Добро пожаловать на серию передач Божественном исцелении, чудеса исцеления. И мы сегодня очень рады всем, всем, кто смотрит нас. И мы благословляем каждого. С пастором Сергеем Марининым из города Саратов мы говорим о Божественном исцелении, о пробуждении. Пастор Сергей, он пастор церкви Слова Жизни в Саратове и также основатель движения священники Господа. Пастор Сергей, добрый день, приветствую. Приветствую, дорогие друзья. Очень приятно нам вместе в одной команде двигаться вот в этих вопросах. Слава Богу. И вы знаете, сегодня я бы хотел поговорить о такой цельной картине вообще, что происходит, какой есть вызов сегодня у церкви, какая ситуация и в чем церковь должна перейти вот как бы на новый уровень, как, в чем договориться, вот что может приблизить нас к духовному пробуждению России. Вот как вы понимаете, какой вызов есть? Я думаю, что ты сам отвечаешь на этот вопрос, когда ты говоришь о том, что мы должны продвинуться в этом направлении, и ты говоришь слово «договориться». Вот это, наверное, одно из ключевых вот слов, моментов, что вот этот опыт деяний, когда мы читаем вторую, третью, четвертую главу, где Писание говорит, Лука говорит нам о том, что они были как одно сердце, они были единодушны, они были единомысленны. А когда даже в день Пятидесятницы или за какое-то время до этого они были способны плечом к плечу вместе быть вот в этой горнице и молиться, они не знали точно, когда и что точно должно случиться, но они были вместе как одно целое, и они прошли определенный путь для того, чтобы что-то понять, что-то увидеть в Иисусе. И вот наше принятие с неба, оно очень связано с тем, что мы действительно вместе, мы как одно целое. И это вызов, это огромный вызов. Любой вопрос, который мы поднимаем сегодня в церквях, он настолько может, знаешь, лоббироваться, обсуждаться. И сегодня нам нужно договариваться, действительно. И вот в той церкви, в которой я нахожусь, мы просто приняли вызов в определенный момент о том, что нам нужно договориться, как мы будем смотреть вместе, в единстве на этот вопрос, чтобы стать нашей церкви, как Иисус 2000 лет назад, который ходил, исцелял и проповедовал. На самом деле это вызов. На самом деле, вот я его принял, так движение началось. Вот если говорить о священниках, то оно началось именно то, что когда мы имели всегда служение и исцеление, это какая-то команда, группа людей, и мы были сфокусированы вот на том, чтобы исцелять людей, видеть чудеса, и это прекрасно. Но однажды мы увидели вот этот вызов, что, послушай, сегодня, если говорить о пробуждении в России, это не время команд, не время, вот знаешь, каких-то конкретных, отдельных звезд, людей, личностей. Они нужны, и они всегда будут для того, чтобы вдохновлять, для того, чтобы показывать, как работает. Но мы, как церковь, мы можем реагировать, мы можем выбирать этот уровень и посвящения, и помазания, потому что мы притягиваем то помазание, где позволяем вот растянуть свою веру, то есть тогда, когда мы делаем шаги веры, мы сами определяем вот этот уровень помазания. Я верю, когда мы, куда бы я ни шел, как говорит Бог, вот как говорит Писание, я буду с тобой. на любой высоте, на любой глубине, на любом вызове. Я выбираю этот уровень, и он благословляет меня. И сегодня мы можем просить страны, сегодня мы можем просить народы. Я верю в призвание от Бога, то, что у каждого из нас, оно велико. Оно не тогда, когда ты сидишь и думаешь, о, слушай, это мне по силам. Нет, это, тебе это не по силам. Он дает и показывает то, что тебе не по силам. И ты не знаешь, как это сделать. Но Бог знает, если ты избираешь Его Слово, Он знает, как это сделать. И Он будет за тебя. Он будет верить в тебя до последнего. И я верю, что пробуждение в России, оно связано вот с этим вызовом. Однажды я увидел, знаешь, такие вещи. Я верю, что это Бог мне показывал. В какой-то момент, кстати, это было вот последний раз на ассамблее исцеления у нас здесь, в Саратове, я увидел такое видение. Я увидел такие красивые стены. И обычно, когда я вижу видение, мне не нужно истолковывать. Бог сразу дает понимание мне. Я вот вижу эти стены, и они настолько многоразличны. Много вот таких вот очень красивых мест. И эти места, они окружены прекрасными стенами. Золотые, там изумрудные какие-то, разных цветов. И я понимал, что это поместные церкви. И люди, знаешь, они любуются. Они, находясь внутри, они любуются то, что Бог делает в их церкви. Они любуются. И они восхищаются. Они возводят еще выше. И они, знаешь, славят Бога за это. Но, что за этими стенами, они не видят. И причем, знаешь, я увидел даже людей, которые ходят за этими стенами, не внутри церкви, а вот эти люди, которые вокруг. И они также могут видеть эти стены. И смотрят, о, слушай, классно. Но, но это стены. Там нет ворот. Там, знаешь, вот, ну, закрыто. По-моему, мы на какой-то передаче уже разговаривали об этом, о том, что мы можем настолько сфокусированы, самодостаточны, знаешь, вот своим призванием, своим служением. Когда я говорю о пробуждении в России, я верю в то, что никто не скажет в России, что оно началось там, или вот там, или здесь. Это будет тотально, это будет, это настолько будет проявлена суверенность Бога в этой стране, потому что очень четкое, конкретное призвание для этой страны, для этой волны, которую Бог поднимает, которая пойдет по всему миру. Это будет самая большая волна. Это будет, это будет мощное пробуждение, которое пойдет по всему миру. Однажды один из пророков сказал, что самое мощное служение исцеления, Крис Валтер. Я зачитаю, Россия, хостольская страна, она преобразуется из глобального детского дома в семью, она идет в мир, чтобы улучшить его. Самое известное служение исцеления выйдет из России. Дай аминь. И, может быть, мы и находились, вот детский дом, что это такое? Это вот, это детский дом. Да, это изоляция. Вот я только сейчас об этом подумал. Любвение. Да, безотцовщина. И вот, знаешь, и Бог показывал мне вот эти картины, что пробуждение, оно связано совсем с другим уровнем взаимодействия самих церквей. Тогда, когда мы, я не говорю, что сегодня нет этих отношений, мы там устраиваем конференции, мы общаемся. Между церквями. Между церквями. Там можем даже делать какие-то совместные проекты, но я не говорю об этом. Я говорю о другом взаимодействии. Тогда, когда мы можем через то, что имеем свои сильные стороны, я могу заключать некий завет, некую стратегию, некую ответственность, где я могу сильными своими дарами поднять тебя, как церковь. Это взаимодействие уже стратегий. Это другой уровень. Но нам нужны отношения. Нам, чтобы так взаимодействовать, допустим, у тебя, у тебя нет прославления в церкви, а у меня есть. И я могу дать людей, я могу посвятить, я могу, знаешь, создать какую-то стратегию и сделать так, чтобы оно у тебя появилось. Это не просто совместные конференции, это не просто, когда мы повдохновляли друг друга. Нам нужно заключить, нам нужно начать взаимодействовать. Нам нужно, может быть, потратить время, полгода, год. Нам нужно поднять лидерство в этой сфере. Это совсем другой уровень взаимодействия. Но наша самодостаточность, наша, знаешь, эгоцентричность на вот этом призвании, на своих проблемах, то есть, мы можем пропускать вот эти вещи, но пробуждение в России, оно связано с телом. Это как огромный исполин, он встанет и весь мир увидит. Весь мир увидит это. Это будет мощно, но мы должны, утверждая других, мы утверждаемся сами. Ты сам знаешь, это золотое правило, которое сказал Иисус Христос, и в нем все пророки, весь закон. В прошлом году, когда Дух Святой начал мне бросать вызов по поводу того, чтобы выйти за рамки, за пределы церкви и увидеть людей, которые вот в этом городе, в моем городе, миллионы людей, которые нуждаются в Иисусе, в живом Иисусе, в исцелении, в слове, в каких-то чудесах, в действиях Небесного Отца. Для меня это был вызов прям, ну, то есть, мне нужно было, ну, вот, через, перешагнуть, через свои какие-то страхи. И когда вот я принял этот вызов и вышел на улицу и начал служить людям, так как я бы, если бы я делал это в стенах церкви, я увидел, как однажды я вот поймал себя на такой мысли, что там в парке, где мы служили людям, я ощущал, что сейчас, как будто бы, вот здесь вот, такое локальное пробуждение, как бы, такое излияние Духа Святого. И люди, которыми мы соприкасались, они переживают Царство Божье. Чудеса происходят, там одна девочка была исцелена от лейкемии, там у другой, там что-то там с позвоночника исцелялся. В общем, я реально переживал, я вот как-то понял так, что вот эта часть пробуждения в России, то есть это наше будущее. Это наше настоящее. Да, настоящее, которое должно прийти во всю нашу страну, во все тело, где вот в каждом городе... Да, Аминь, я и вижу, что сейчас это происходит, эта волна, она поднимается. Если пасторы несколько лет назад читали книги о лидерстве, о менеджменте, об управлении, сегодня люди наполняются вот о дарах, о пророчестве, о силе, и это предтеча, это то, что сегодня необходимо. И я вспоминаю сейчас пророческое слово Лестера Саммерла вот в Москве в 90-х годах, где он говорил как раз вот об этом, об этом опыте деяний, который еще вот современная церковь не переживала. Вот этот дух единства, тогда, когда чудеса, он говорит, и позади, и впереди тебя, и пробуждение, это не тогда, когда вот эти мощные проявления, круссейды, а это тогда, когда всякий человек, который сталкивается с Евангелем, он прилепляется, он обращается ко Христу. Вот те люди, которые сегодня приходят в воскресное богослужение из мира, несколько человек, пускай это 5, 20, там 5, они не сегодня не будут приходить и уходить, они будут приходить и они будут прикладываться ко Христу, они будут прикладываться к телу, и это будет происходить по всем церквям. Вот этот опыт деяний, он станет реальностью, и я верю вот в такое пробуждение, это будет повсюду. Аминь. Получается, что вот опыт, такой опыт деяния у нас будет происходить тогда, когда мы придем к единомыслию. Это как из факторов, вот это как один из вызовов, вот о котором, вот в моем сердце, я верю, то что вот, что фактор единства, единомыслия, он приводит, усиливает, поднимает церковь на другой уровень и объединить церковь, это не значит, что у нас там расколы какие-то. У нас, но мы продолжаем иметь какое-то разное мнение. Помнишь, когда он в Каринф апостол Павел писал, он говорит, я не могу с вами, ребята, вот по-серьезному здесь разговаривать. Вы вроде, ну, как бы не первый год, а все как младенцы. Один я Павлов, я Аполосов. И все ребята-то хорошие, понимаешь, все нормально. Но силой в этом нет. Нет Христа в этом. И получается, что вот этот опыт деяния, он показывает обратные вещи. Одно сердце. вот это принятие с неба, я уже говорил об этом. Вот. И мы должны и на уровне, как и локально в поместной церкви иметь вот это единомыслие. И мы также должны выстраивать вот эти взаимоотношения более высокого уровня. Не когда мы просто вот чай пьем, а тогда, когда я могу взять ответственность за эту церковь. Я пророчески вижу нужду. И причем я через это возрастаю в своем видении. Я не теряю свое... Это не смешение видений. Это не смешение наших личных вот посланий. То есть у каждой церкви свое лицо. И этим мы самым и облагораживаем тело. Мы усиливаем друг друга. И я верю. И вот знаешь, у нас хороший пример, когда вот только вот по этому вопросу Бог показал, что мы должны делать Ассамблея Исцеления. Это не обычная конференция. Это... Это я мечтаю, что это площадка для разных пасторов. Это не площадка одного спикера. Не одного какого-то дара. Это площадка... Может быть, это совсем маленькие церкви. Может быть, это совсем маленькие пасторы, которые только начали, но они хотели бы двигаться в этом. И тогда вот мы начали делать вот такие конференции, ассамблея, да. Вы видите, как бы церкви присоединяются, да? Да, да. И вот последняя конференция у нас... Ты был сам. Это, наверное, самая прекрасная конференция, которую я видел. Ну, знаешь, ну, десятки пасторов, которые проповедовали, которые молились за людей. Это такое взаимодействие не просто вот, а мы уже берем какие-то совместные цели. Мы хотим, знаешь, это такое, ну... Ну, это движение. Движение, которое охватывает весь мир. Однажды я видел видение, когда Бог показал, знаешь, такую контурную карту, вот такие несколько, вот два полушария. И когда мы смотрим на нее, что мы видим? Мы видим, большая часть это вода, это океаны и моря. А там есть вот такие, знаешь, подводные течения, гольф-стримы. И Бог мне говорил о том, что вот эти движения, они устойчивые, и от них зависит климат на всей земле. И тогда Бог мне говорит о том, что так и в Духе, и в Моем Царстве, что есть движение Духа Святого, которое охватывает весь мир. И тогда я увидел, знаешь, что это? Это вот эти, вот эти движения, вот эти сети церквей, я не знаю, союзы или что, но это мы уже как-то, ну, вот там, называем по-своему. Но это целые движения, апостольско-пророческие движения, которые охватывают весь мир. Тысячи, тысячи церквей, которые в каком-то направлении двигаются. И тогда ты можешь быть частью вот этого ресурсного состояния. Если когда ты примыкаешь, то помазание, которое на этом движении, вот на этом гольф-стриме, оно становится твоим ресурсным состоянием. Ты можешь быть в любом состоянии, но когда ты присоединяешься, тебе открываются двери. Другой уровень исцеления, пророческого движения, понимаешь? И мы это испытали как церковь. Вот тогда, когда мы начали взаимодействовать вот с такими подобными движениями, которые охватывают весь мир. И вот в России может происходить то же самое, когда мы начинаем видеть вот эти векторы, вот эти направления. Получается, что когда тело, когда церковь или поместные церкви в городах, на уровне городов будут приходить к единомыслию, будут приходить к такому партнерству. Взаимодействию. Да, взаимодействие. Это будет... Взаимовыгодному где-то, где-то невзаимовыгодному. Но в любом случае закон говорит, духовный закон, утверждая других, ты утверждаешься сам. Это что бы ты хотел, Иисус говорит, тогда начни вот проецировать, тогда начни высвобождать эти вещи, начни раздавать их. И это чуть другой уровень мышления. И это будет влиять на города, где атмосферу горит. Да, когда мы здесь... Не одной церковью какие-то вещи, а когда мы... У нас появляются вот такие вот совместные движения, совместные небесные стратегии. Вообще, эта идея, конечно же, не новая. И так было в мире. И это где-то вот то там, то там. Вот это вот развивается, работает. Но я думаю, что для нас вот... Вот мое сердце, оно переживает эти вещи. И вот даже в этом году, в прошлом году мы делали рассылку, и приехали несколько десятков пасторов, где вот мы обсуждали эту идею. Несколько дней мы там рассуждали, молились, и люди были очень сильно впечатлены тем, что да, мы могли бы не просто какие-то совместные конференции там повпечатлялись, повдохновлялись, но мы уже разрабатываем и совместные цели. Бог нам показывает, и мы вместе двигаемся в этом направлении. Это, ну, чуть другой опыт уже. Слава Богу. Пусть в Россию, в наши церкви, в наши города приходит единомыслие. Когда мы встаем плечом, плечо друг к другу и движемся, видя одно видение, одну цель принести Царство Божие на землю, в Россию. Я хочу посвидетельствовать о своем внуке. Арсений его зовут. Он родился 10 сентября 2012 года. Месяц прошел у ребенка этот. Ходили в больницу, в поликлинику. Все было хорошо. Второй месяц, третий месяц. Врачи сказали, что все хорошо, но у него ножки были как плесь. Четвертый месяц я дочери стала говорить, Лен, что ты у него с ножками? Она говорит, мама, но в поликлинике говорят, что у него все хорошо. Четвертый, пятый месяц начался. У меня уже начала я волноваться, молилась за него, просила Господь, что с ним, ты можешь мне подсказать, открыть? И обратилась я к одной сестре. Но она мне сказала, обследовать ее в репцентре. Мы поехали, в общем, позвонили туда, нам сказали, приезжайте. Привезли ребенка, они обследовали, сделали рентген. У него вообще не оказалось косточек дозабедренные. Эти вот ножки, не было соединений, дозабедренные вообще было пусто. Ни на одной ножке, ни на правой, ни на левой. Мы принесли его в церковь, как раз было служение исцеления. И за него молились вся группа исцеления. И прошло время, где-то месяц, где-то так, я стала чувствовать, что у него немножко опоры пошли на ногах. Он стал немножко им опираться. Мы пошли, сделали УЗИ. УЗИ стало подтверждаться, что начинаются расти косточки. А когда пошли его обследовать полный, этот, последний раз, у нас уже косточки все восстановились. И благодаря Богу, благодаря домашней группе, благодаря церкви, что наш внук сейчас ходит, бегает. Пошел он год и 10 дней. Сейчас он здоровый, бегает уже бегом. Я благодарю Бога. Субтитры создавал DimaTorzok